Посмотрите коротенькое видео, и вы поймете, о ком пойдет речь. У Мастера Мо большая семья и много родственников. Скажите, как вас зовут, сколько вам лет и из какого вы города? У Сикуана есть сын, который занимается у Мастера Мо. Буквально на днях пришло положение о детском турнире. И он выигрывал пояс. Вот этот пояс, который я снимал в самом начале знакомства еще с Мастером Мо. И это его сын выиграл. Да, сын Сикуана будет выступать на этих соревнованиях. И он ждет меня уже в спортзале. Мы начинаем. Поехали! Остановись, остановись. Я вижу, что ты заряжен. Тренировка еще не началась, а ты уже работаешь. Молодца, так держать. Расскажи, как тебя зовут, сколько тебе лет? Я учусь, я 14 лет. Я учусь, я учусь. Как долго ты занимаешься джекундо? Я учусь, я учусь, я учусь. Я учусь, я учусь. Продолжение следует... 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 Совсем другое дело Молодец Вот сейчас вспоминай свое детство, когда мы работали в парк, спарринговались Меня тренер всегда ставил на категорию выше, а то и на 2, и на 3 Не знаю, иногда это не очень хорошо, потому что есть риск получить травму Но зато, когда ты потом выходишь против своего же веса, тебе легко Здесь они примерно все весят одинаково А встанут на килограмм 3 больше, уже начнут сразу же говорить Да он больше весит, он больше весит Это не имеет значения Имеет значение, когда высокий уровень Но так, конечно, тренироваться надо по весу Но если тренер за этим всем следит, надо работать с разными соперниками Чтобы был опыт Раньше я не работал с этими детьми Сейчас вижу то, что много нюансов, много ошибок За месяц это не уберешь Тут надо заниматься как минимум год Точить технику Каждую тренировку И то, что сейчас я им сказал, не факт, что они вообще все это запомнят Вот как они привыкли до этого работы, так они будут это делать Потому что здесь нужно время Но тем не менее, победить они на соревнованиях могут Иногда техника не решает совсем А вот характер решает Чтобы вы понимали, в синем работает девочка Да, здесь занимаются еще три девочки Но они занимаются для себя В планах выступать у них нет А вот одна девочка Хочет побеждать Даже бросает вызов чемпиону Она боится работать, может быть, с мальчиками А с девочками будет все по-другому Санга! Квай! Ничего страшного Ничего страшного Она говорит то, что не хочет Опять же, если вернуться к моему детству У нас тренировки были по стандарту Это три раза в неделю Но мы иногда ходили в старшую группу Как дополнение И это не считая бега Пять раз в неделю Может показаться, что это большая нагрузка для детей Но вспомните себя Когда были детьми Уходили на улицу утром А приходили под вечер Весь день бегали И не уставали Так вот В моей группе было 20 детей И мы все выступали на соревнованиях Турниры тогда проводились Чуть ли не 4 раза в месяц Исходя из этого У детей был очень быстрый прогресс Ну а кто выступать не хотел Занимался для себя Как группа здоровья Это я о том Что здесь нужно тоже сделать разделение Потому что задачи разные И тренировки также должны быть разные Я вообще бы дал такое задание Чтобы только она работала И побила от души Потому что он видит то, что Она работает 3, 4, 5 ударов Ему тоже хочется ответить Потому что тренер смотрит Я снимаю все это на камеру Не-ка-и-и Лянга 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 Маши Цыга Два 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 Ааа Два Немножки Два Чыга Окей? Два Пам-пам! Игорь, игорь! Пам-пам! 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 Пуши хэндо! Пум-пум-пум-пум! Один-два! Окей! Я ещё у девочки не спрашивал, как её зовут, сколько ей лет? Сейчас познакомимся! Как тебя зовут, сколько тебе лет? Сколько раз ты участвовала на соревнованиях? Я не участвовала на соревнованиях! Третий раунд! Она стала смелее! Чьи, джи та... Пу-я-пу-я-в! Да! Пу-пу-пу! Пу-я-в! 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 Пой-я-в! Го! Да! 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 Хэнхао! Хэнхао! Я думаю, что видео будет участвовать только сын Сюгуана. Оказывается, на соревнованиях будет выступать еще и девочка. Это даже лучше. Два ребенка. Это интересно. Будем наблюдать за ними. Вместе. Да, сейчас они выступят по правилам Шусаньда. Возможно, даже и выиграют. Но тогда, по-хорошему, надо проводить межклубные, чтобы дети привыкали. Иначе пропадает вообще весь смысл тренировок. Если с детства не набраться опыта, то перейдя в следующую возрастную группу, будет еще сложнее. Поэтому в данной ситуации нельзя терять времени. Мастер, каковы их шансы на победу в этих соревнованиях? Какой совет вы им дадите? Я желаю, чтобы их свинклубные, чтобы их поведеть. Чтобы их повышать, чтобы их повышать, чтобы их хранить, чтобы их повышать. И собрать учреждение. На этом сегодня все. До новых встреч. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»